Милостыня Это было в Европе, большая площадь, весна, рядом стоят крупнейшие университеты Европы, проходят люди, и на ступеньках перед театром сидит нищий, и у него табличка «Подайте слепому». У него стоит баночка, куда ему кидают милостыню прохожие, и проходят люди, он, естественно, слышит, когда останавливаются, слышит, когда кидают, звон монет, и это ему доставляет, может быть, радость, удовольствие, что он думает, кто-то обратил на меня внимание, приятно, что люди замечают меня. Много прохожих, университет, студенты, большая площадь, и тут он слышит, что подошел человек, он взял у него эту табличку, взял маркер, что-то написал, перевернул и говорит «Держи». Этот слепой сидит, нищий, он слышит, что чаще стали подходить прохожие, раз, звон монет, второй раз, еще кидают, он раз рукой щупает, баночка полная, ого, думает, ничего себе, раз, высыпал, поставил опять. К вечеру он две банки насобирал, монет, большой прибыль, и все-таки думает, интересно, а что там написано, я-то прочитать не могу. И когда очередной прохожий оказывал ему милостыню, он попросил его «А ты можешь сказать, что мне там написали, что мне написано, почему все подходят?» И тогда он говорит «Да, конечно, могу». И он тогда прочитал, знаете, какие слова? «Сегодня прекрасный солнечный день, но я его не вижу». Знаете, когда слова выражены по-другому, когда мы смотрим с другой стороны на одну и ту же ситуацию, наше сердце меняется, может быть, это задевает что-то в нас, что-то задевает наше сознание, нашу самооценку. И я хотел бы поговорить именно о той милостыне, которая исходит от сердца, изнутри, о которой говорит Иисус Христос в Евангелии от Матфея, в 6 главе, с 1 по 4 стиха. Значит, я прочитаю, если у кого есть, можете читать тоже, это не возбраняется, даже приветствуется. «Смотрите, не творите милостыню вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награда от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы проставляли их люди. «Истинно говорю вам, они уже получают награду свою, у тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». «И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». В первых двух стихах я хотел бы подчеркнуть мысль, и то, что я увидел, рассказать вам, поделиться, то, что основной мыслью этих двух стихов, где говорится, «Смотрите, не творите милостыню вашей пред людьми, чтобы не получать вам от них награду». Дорогие друзья, молодежь, каждому из нас нужно творить милостыню в тайне, чтобы не получать награду от людей. Мы должны это заполнить, чтобы не получать награду от людей. Об этом говорит Писание, об этом говорят слова Иисуса Христа в первом стихе. Знаете, в еврейском народе, в иудее, милостыня вообще приветствовалась очень сильно. Милостыня и благотворительность были самыми святыми обязанностями у иудеев. И многие считали, что благодаря подаяниям, благодаря милостыню можно было получить прощение грехов. И в списке «До добрых дел» милостыня стояла на одном из самых первых мест. И человек, желавший быть добродетельным, хорошим, он усердно давал милостыню в храме. И вот в храмах, в синагогах была такая комната, комната молчания называлась. И люди, которые хотели пожертвовать, сделать милостыню, они приходили в эту комнату молчания, оставляли там свои пожертвования, может быть, мешочки с серебряными монетами, золотыми, у кого было больше богатства. Оставляли. И потом, смотрите ли за храмом, или кто там, священники, они брали эту сумму денег, что принесли, и распределяли между нищими или между тем, кто нуждается, членами синагоги, которые, может быть, потерпели недавно какую-то неудачу, или, ну, мы даже знаем, что среди нас есть такие нуждающиеся, которые стараются, изо всех сил работают, но причиной неких обстоятельств им нужна помощь. Так вот, дело в том, что вот это творение милостыни в храме, в комнате молчания, которое под собой подразумевало тайное приношение и оставление там милостыни, милостыни, оно постепенно приняло другой смысл. Богатые люди стали приходить, или даже обычные люди, и делать так, чтобы окружающие, или кто хочет в следующий из этих, видели, сколько они оставили. Видели, кто заходит, как бы, когда никого нет, они не приходили в эту комнату. Когда видят, народ скопился там, опачки, берут мешочек, раз, демонстративно зашли, положили, вышли, может быть, там, знаете, еще потрясли, чтобы услышано было, сколько денег. И именно такое проявление осуждает Иисус, потому что они хотели прославиться между людьми. Они хотели, чтобы люди видели, как бы, их добрые сердца, их вот это проявление милостыни. И я думаю, в наше время, не секрет вам, есть такое проявление, и мы наблюдаем такие явления, когда многие известные люди, конечно, есть многие, которые творят милостыню от сердца, но я думаю, те, кто построили клинику и зовут телевидение и газету, чтобы при открытии клиники, когда перерезают ленточки, не совсем от сердца делают. Чтобы увидели люди, чтобы народ понял, гляньте, он зарабатывает деньги, но он также делает благотворительность, творит милостыню, строят храмы и, тем не менее, хотят, чтобы это было известно на людях. И я вам скажу, что свою награду они уже получают здесь. То, что я увидел, ты увидел, кто-то еще увидел по телевизору, что какой-то известный музыкант или политический деятель сделал клинику и сделал так, чтобы это было хорошо всем известно, чтобы многие люди по большей степени узнали. И есть такая цитата, где говорится о таких людях, об одном, она была сказана одному очень высокомерному человеку, и говорится так, что с тем, что он давал, он никогда не отдавал себя. Иисус Христос говорит о таких людях, как лицемеры. А лицемер из греческого слова, из греческого языка переводится как слово артист. Это было своего рода проявлением, своего рода театром, когда ты приходишь, оставляешь, работаешь на показуху, работаешь на аудиторию, чтобы тебя увидели. И вот это слово лицемерие, артистизм, вот это Иисус Христос осуждает, и именно он поэтому пишет здесь, что вы награду получаете от людей, как артистам рукоплещут, как их хвалят, так и тем лицемерам, которые дают милостыню перед людьми. И если мы будем читать дальше, следующие два стиха, я думаю, мы поймем, как надо творить милостыню. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Дорогие друзья, из первого отрывка мы уяснили, что каждому из нас нужно творить милостыню в тайне, чтобы не получать награду от людей. Здесь же мы видим из этих стихов 3-4, что каждому из нас нужно творить милостыню в тайне, чтобы получить награду от Бога. Заметьте, какое противостояние или какой антитезис идет. Не получать награду от людей и получить награду от Бога. Само понимание, сами фразы, они сами по себе имеют разный вес и разную весомость в награде и в том, что за этим стоит. Иисус настолько сильно акцентирует на этот момент, чтобы мы творили милость, а не в тайне, что Он говорит, чтобы левая рука не знала, что делает правая. Скажите, это вообще реально, когда мы в одном теле делаем одной рукой, и чтобы не знала правая. Понимаете, Иисус Христос приводит такое сравнение, можно сказать, неудобно, разумительно, практически невозможное, чтобы левая рука не знала, что делает правая. Это когда мы к ЕГЭ готовились в школе и учили всякие литературные приемы, гиперболизм называется, преувеличение. Иисус Христос как бы преувеличивает, показывая, что левая рука не знает, что делает правая. Он тем самым действительно акцентирует, как вот Саша говорил, истинно, истинно, так здесь левая не знает, что делает правая. Иисус Христос говорил не о том, чтобы хотя бы, ну ладно, делайте милостыню, ну старайтесь, чтобы не перед людьми. Он говорит, чтобы постарайтесь скрыть, наоборот, постарайтесь делать в тайне. Даже если получается явно, постарайтесь сделать в тайне, получите награду от Бога. А почему надо получить награду от Бога? Потому что награда от Бога, она намного выше, похвала от Бога и воздаяние от Бога, оно намного выше, намного ценнее, чем от людей. Что люди могут сделать? Сегодня он твой друг, сегодня он тебя похвалил, завтра, может быть, ты пройдешь этого женищего, просто мимо, не заметив его, не подашь его милостыню. Тот же человек, который вчера тебе сказал, о, молодец, творит милостыню, завтра скажет, да он прошел, даже не обратил внимания. Может, он вчера его кто-то попросил, может, он даже не свои деньги давал. Но когда мы творим в тайне, мы это творим перед Отцом Небесным. Иисус Христос объясняет дальше, что тем, что Отец, видящий тайное, видящий наши сердечные намерения, воздаст нам явно. Дорогие друзья, я думаю, мы все понимаем, какую разницу составляет Божье воздаяние человеческое. Я думаю, мы все должны расставить на собой эти приоритеты, когда мы, знаете, читаем Слово Божие, выбираем, почитать Слово Божие или заняться каким-то обычным делом. Конечно, привычнее сделать то, что сейчас, видимо, то, что сейчас принесет нам пользу, награду, но Слово Божие, оно мы понимаем, имеет ценность. Но все-таки, как-то, ну, оно в будущем, да, этого надо достигать, чтобы понимать, насколько оно ценно. Так и здесь Иисус Христос говорит, что Божье воздаяние невидимое, но оно больше. Сейчас оно невидимое, но потом Иисус Христос говорит, Бог воздаст явно. И в этом заключается наша вера. Потому что мы должны брать верой, что Иисус Христос говорит, что творите втайне, и Отец Ваш Небесный воздаст вам явно. Иисус Христос, как вы помните, я думаю, всегда завышал эту планку. Завышал планку заповедей, когда Матфея говорит, что если у вас написано в законе «не убей», то он говорит, кто подумает, кто гневается на брата своего, уже принадлежит суду, подлежит суду. И также здесь Иисус Христос говорит, что надо творить милостыню от сердца, творить милостыню втайне. Казалось бы, высокая планка. Один человек был, может быть, знаете его, Самуэль Джонсон. Он к концу своей жизни уже жил в нищенском таком состоянии. У него был большой дом. В этом доме было много нищих, бездомных, которых он приютил. И он занимался тем, что каждое утро выходил на набережную, еще, знаете, при рассвете, может быть, когда восходило солнце, туман такой, пар поднимается от реки. Выходил на набережную и проходил мимо лавочек, может быть, мимо картонных коробок, где спали нищие, ночевали нищие. И он брал монету и клал им кому в карман, кому в руку, просто в зажатую руку. Клал и проходил, пока они спали. И его спросили, зачем вы это делаете и какая польза? Тогда он ответил, если бы я не помогал им, никто не стал бы им помогать. Но они не должны пропасть из-за того, что у них нет самого необходимого. Дорогие друзья, молодежь, я думаю, что вот в таком виде роде милостыни и есть вот это истинное даяние. Даяние, идущее от полноты любви, от сердца. Вот это милосердие, оно должно проявляться от полноты любви Божией. Если мы получили любовь Божию в наше сердце, мы не должны ее заглушать, но она должна проявляться. Как от избытка сердца говорят уста, так и от избытка любви Божией в нашем сердце должна проявляться милостыня. И если она будет проявляться от избытка, то тогда будет награда. Я хочу сказать, что если вы будете даже творить милостыню, может быть даже в тайне, но не от избытка Божией любви, то это вопрос, где вы получите награду. Может быть тоже здесь получите награду. Потому что Иисус Христос именно хотел подчеркнуть тот момент, что милостыня должна исходить от полноты сердца. Полноту сердца дает Иисус Христос. И вот эти все пути, знаете, каждая проповедь, каждая мысль Иисуса Христа приводит к Нему. Он говорит, что творите милостыню от полноты сердца, от любви Божией, которая у вас. А любовь Божию мы получаем через Иисуса Христа. Получается, нам надо принять Иисуса Христа в наше сердце. И поэтому, у кого еще нет Иисуса Христа в нашем сердце, тому надо обязательно это принять, чтобы в дальнейшем творить милостыню уже с удовлетворением. С удовлетворением и имея вот этот покой Божий, который дает от того, что ты делаешь добро, от того, что ты творишь милостыню. Я, знаете, хочу сказать, что еще это проявление, вот такой вот механизм наших действий относится не только к милостыню. Вообще к нашему служению, не только к материальному, может быть физическому, духовному. Но, что если мы хотим где-то помочь, оказать, сделать добро, нам надо не стараться, чтобы не было это на виду людей. Старайтесь сделать это перед Богом. Старайтесь сделать это от полноты Бога. И тогда получите истинное удовлетворение, истинный покой от Господа. Тогда мы будем получать то, что Иисус Христос обещал. Тогда любовь Божия, она будет еще больше наполнять наши сердца. Когда мы будем отдавать, Иисус Христос еще наполнит. Так что благословение вам, молодежь. Лично к себе я хочу это применять, потому что что-то Бог открывает, но не в полной мере еще получается использовать. Поэтому давайте молиться друг за друга, чтобы в этом преуспевать. Аминь.